Нехватка, нехватки. Значит, ну, все знают красные таблетки, глава из богатства выбора, да? Вот, другой альтернативы, нет? Вот, по альтернативе. Значит, мы сейчас находимся в конструкции ощущения того, что любая наша потребность может быть удовлетворена. Значит, и здесь возникает некий, я вам должен сказать, зазор. Потому что, с одной стороны, да, значит, у нас может быть утвердена потребность в инстинкте самосохранения, в защищенности, да? Ну, вот, ну, то есть, на нас вроде не сильно нападают на улицах, больше дома убивают, чтобы вы были в курсе. Ну, вот, значит, не сильно... Да, еда, в общем, в целом, калорий много, ну, вот, есть достаточно дешевые. Вот, значит, иерархический инстинкт тоже у нас вроде бы как удовлетворен, потому что мы можем сказать, что, как там, все нехорошие, я д'Артаньян, да? И, значит, это, собственно, такая, очень мощный способ ощутить себя на вершине мира. Знаете, выйти из игры и сказать, что все идиоты, ну, вот, это... В этом есть великий пафос, так сказать, социального доминирования. Вот. Кроме того, у нас есть ощущение, что у нас очень много социальных связей, потому что мы постоянно находимся в объеме контактов. Вот. Мы сейчас просто постоянно, у нас разрывают какие-то контакты. Вот. Все больше и больше нас сейчас будут разрывать, мне кажется, боты уже. Потому что они, вот, у меня вот ощущение, я так вот подумал, ну, вот, сегодня еще встречался тут со своими товарищами Большого банка. Вот. И, да, боты мощные же сейчас. Ну, вот, и скоро они с нами начнут разговаривать, решать любые вопросы, там, и так далее. Но, в целом, конечно, у нас сейчас будет создаваться иллюзия очень большого, объемного социального общения. То есть, с одной стороны, как я удовлетворяю свою потребность, я могу считать, что я исключительный, а все остальные идиоты, вот, несложное мероприятие, вот, еще в детском саду с этим справляются просто на ура. Значит, и второе, у нас есть ощущение очень большого социального общения, потому что нас замечают, нам ставят лайки, вот, а скоро вообще всех можно будет заменить и с одними ботами разговаривать. То есть, и, в общем, социальная потребность тоже удалена. Мы помним, что потребности три, да, просто кто там... Три базовые потребности. Индивидуальный инстинкт самосохранения, ну, там, социальный инстинкт, это инстинкт самосохранения группы, и половой инстинкт. Вот, значит, соответственно, этот удовлетворен, потому что все, этот удовлетворен, потому что все. Ну, с половым инстинктом тоже удовлетворение, в общем, стало совершенно нехитрое, потому что мы все вышли сейчас в культуру лайфстайла, вот, значит, самые известные блогеры и прочие, это кто? Да, они, как красить губы, как мазать это, как качать, значит, вот там, любые части тела, там, и так далее. И все, значит, как-то в этом, и сразу там что-то себе накачали, губы, наверное, тоже накачали, все друг друг показали, восхищение получили, вроде бы даже уже и секцию не надо. Ну, вот, значит, полное счастье, так сказать, наступает. То есть, получается, что у нас вроде бы все потребности удовлетворены. Здесь вот парадокс, если все потребности удовлетворены, а что вы несчастные? Нет ощущения противоречия, которым там, да? Ну, вот, ну, значит, под этим противоречием, конечно, скрывается, там, нейрофизиологическое обоснование. Значит, рисую вам мозг, мужичок, кора головного мозга, значит, здесь подкорковые структуры, ствол мозга. Значит, когда мы говорим про базовые инстинкты, которые у нас здесь удовлетворены, они обуславливаются, их работа, действиями под, действиями подкорковых ядер. Ну, там, кто смотрел другие лекции, знает, да, что у нас есть ретикулярная формация в стволе мозга, которая производит психическую энергию, которая поступает в ядра подкорковых структур и обретает свою направленность, то есть решает задачу или выживания, или социального, как бы сказать, принятия, одобрения и власти, вот, или половую, или потребность восхищений. Значит, соответственно, после того, как психическая энергия, сгенерированная вот этими нашими, как бы, клетками-плейсмейкерами, производящими нервное напряжение, получила свою направленность, и она дальше выскакивает в так называемый, ну, мы так здесь у себя называем, иллюзион, да, то есть вот эти вот содержательные какие-то вещи, которые, содержательные вещи, которые, как бы, для нас в нашей коре олицетворяют удовлетворение этих потребностей. Ну, то есть вот, что такое половая потребность? Вот как вы думаете? Вопрос крайне сложный, потому что мы с вами выведены из естественного функционирования сексуальности животных, потому что у животных сексуальность, значит, как вы думаете, они что, как друг друга хотят? Раз в год. Раз в год? Да, они, за они, у нас есть специальная, так называемая, вторая обонятельная система, которая обуславливает то, что если соответствующие раздражители воздействуют, да, там есть еще, собственно, свои циклы, и даже у самцов есть эти, ну вот, у самок-то понятно, вот, но это просто производство определенных химических веществ, которые воздействуют на определенные рецепты, вот, значит, соответственно, у нас наша сексуальность вынесена из структуры наших, из структуры нашего, из нашей физиологии, да, и дальше, что ждется? Ждется принц на белом коне, да, вот, идеальный мужчина, да, который обязательно сочетает в себе несочетаемые качества, да, он обязательно должен быть решительным, сильным, целеустремленным, там, и так далее, но при этом он должен во всем понимать, во всем поддерживать, просто вот входить в положение, вот, как можно себе представить такого мужика, я, как бы, сказать, вот, при всем, так сказать, уважении, не понимаю, да вот, но этот же образ, живет, и, как бы, сказать, сейчас нерешительный, а сейчас, значит, это все, как ни сделай, все плохо. Мужчины засмеялись больше женщин, чтобы мы были в курсе. Вот, значит, соответственно, да, сексуальность вышла у нас из естественного физиологического функционирования, да, и получила для себя внутри нашего иллюзиона прекрасные какие-то штуки. Если вы посмотрите, есть такая знаменитая книга «Трехтомник Эдварда Фукса», вот, про, как же она называется-то? Ну, у него один трехтомник. Значит, про красоту, и он показывает, как менялись стандарты красоты в зависимости от исторического времени, да, было время, когда сексуально привлекательными были женщины, которые находились в положении, вот, поэтому существовала целая, значит, мода на разные формы животики, которые подкладывались, ну, вот, для того, чтобы вызвать, этот, вспомните женщин, которых изображает Микеланджело. Ну, вот, если вы думаете, что он был просто маньяк недоделанный, ну, вот, не думайте так, он изображает сексуально привлекательных женщин, ну, вот, похожих на какое-то, просто, я даже не понимаю, на что, вот, на ромовую бабу, вот, значит, да, и они были нормальны, все, да, прекрасно, вот, значит, теперь объясните это мужчинам, значит, вот, значит, потому что в зависимости от того, в какой культуре мы формируемся, такой у нас сексуальный образ является ведущим. Я пытаюсь вам объяснить, что, когда мы говорим про удовлетворение половой потребности, да, ну, вот, по идее, должна удовлетвориться половая потребность, но у нас так сложно это организованно из-за коры, что мы все время мажем. Точно так же и с инстинктом самосохранения, значит, вы находитесь в полной безопасности, значит, как бы вы в природе ощущали опасность? Вы бы ее ощущали как голод, как холод, да, как движение каких-то неприятных субъектов, которые хотят, значит, к вам что-то приметь какое-то дело. Как сейчас вы ощущаете свою опасность? Что? Что-то можете придумывать. Нет, новости. Новости, да. Вы ощущаете опасность, придумывая себе всякие разные, что вы опоздаете на работу, вас начальник будет ругать, значит, что, значит, что сердце у вас вдруг, значит, не выдержит такой невероятной жизненной нагрузки, что вы, значит, ляжете спать и не сможете уснуть, поэтому вы начинаете ворочаться в кровати в ужасе, что, значит, я вам рассказываю все типичные неврозы, понимаете, да? Да, вот, бессонница, страх не заснуть приводит к формированию бессонницы, потому что с чувством тревоги заснуть невозможно. Понимаете, любые вегетативные проявления могут восприниматься как проявление болезни, поэтому, соответственно, панические атаки и прочие такие неприятные состояния. Ну вот, наличие всяких разных конфликтных ситуаций на работе тоже превращается в такой хронический стрессовый фактор, там, и так далее. То есть нету реальных угроз, а инстинкт самосохранения продолжает работать, ищет в лизионе хоть что-нибудь, за что можно зацепиться, да? И хватает. И самые могут быть идиотические страхи. Самые глубочие, идиотические. Да, значит, соответственно, в общем, короче говоря, проблема состоит в том, что вот эта история, то, что у нас находится в иллюзионе, было создано на основе вот этих потребностей наших, но культурой. То есть оно сюда зашло извне. И дальше не поженилось. Улавливайте. И мы все время мажем. И вроде бы все потребности удовлетворены, по факту, а по ощущению не сработало. И дальше мы живем в конструкции, что мы не понимаем, чего мы хотим, потому что все попытались построить отношения. Попытались, попытались. Ну, девушки мне пишут в письмах, что они продолжают пытаться. Юноша уже не сильно, так сказать. Ну, вот, попытались построить, попытались, попытались, ничего так не получилось. И дальше, а, горе оно пропадом. Значит, зачем мне это все нужно? Дальше у нас разваливаются эти союзы, долго не держатся, там, и так далее, и так далее, и так далее. Да вот. И масса других примеров, которые говорят о том, что мы бы вроде бы и хотели, там, например, больше денег зарабатывать. Кто противоречий проходил уже, да? Ну, вот. И вы же у всех выходили, спрашивали, говорите, что у вас там? Говорит, да, вот я хочу то, а что ты для этого сделал? А ничего, да? Значит, почему? Потому что это из иллюзиона пришло, что хочется много денег, потому что, что такое много денег, надо сначала узнать, а потом уже решать, хочется тебе или не хочется. Ну, вот. Это же гипотетическая идея, понимаете, что они приносят какое-то счастье, удовлетворение и прочее, глимотив. Ну, вот. Значит, да, и дальше мы находимся в конструкции, при которой у нас возникает ощущение постоянной, вот этого вот, что у нас не хватает желания. Как будто бы вот, меня все время спрашивают, я все время рассказываю, прошила, там в Троице много прошила, И меня спрашивают, а как у себя шило побудить? Я на этот вопрос отвечаю, как бы, странно, но я хочу, чтобы вы поняли, что он не странный. Вот, энергия, которая у вас здесь находится, ну, вот, обусловленная смистина, которая вот здесь производится, она в целом плюс-минус у всех людей одинаковая. Вопрос, в какую иллюзион это попадает? То есть, если вам это может попасть в иллюзион, когда ваша потребность, как бы сказать, резонирует с вашим иллюзионом, вы получаете удовольствие от того, что вы делаете, потому что ваша потребность реализуется. Ну, вы представьте себе какого-нибудь, он, шизоид, конструктор Ван Гога. Значит, ну, вообще странный субъект. Ну вот, значит, ни одной картины за жизнь не продал, да? Но рисовал истово, думал про живопись истово, да? Почему? Брат был богатый. Ну, Брат был богатый, ну, на самом деле, не такой уж богатый, но, как бы сказать, понятно, что поддерживал. Он испытывал очень специфическое ощущение цвета. и все, что вы читаете в дневниках, это очень специфическое переживание цвета. И когда вы смотрите на его картины, это картины цвета, да? Не объектов, не каких-то светотеней, да? А именно цвета, да? Вот, соответственно, у него повезло человеку иметь в коре вот какую-то такую специфическую занозу, которая его манит, как, как бы сказать, валерьянка кота. Значит, возьмите какого-нибудь другого субъекта с шилом. Кого взять для примера? Гитлера. Гитлера. Значит, Гитлер должен вам сказать, был, конечно, субъектом с очень выраженным истероидным таким радикалом. Ну вот. У меня все отвалится, микрофон. Ну вот, значит, он был истероидным радикалом. Вот, что такое истероидный радикал? Кто троицу читал уже? Рефлектор. Что он хочет? Восхищение. Значит, человек, жаждущий восхищения и получающий дикую фрустрацию по поводу восхищения в связи со своей творческой деятельностью. куда все рефлекторы сначала рвутся? Актеры, ну, рисовать. Ну, вот. Значит, неудавшийся художник. Тут где-то продавали картины. Вот, глядя на эти картины, вы можете увидеть, что бывает, когда не оценить психопата. Ну, вот. Значит, картины действительно посредственные. вот, но он-то считал их выдающимися, он ждал восхищения, да, он ждал всего этого дальше и так далее. И дальше начинается разворачиваться при всей его истероидности он имеет огромную шизоидность. Дальше начинает разворачиваться сложная конструкция врагов. Кто, значит, сукины дети? Ну, известно, кто сукины дети, их всегда легко найти, когда существуют предрассудки в обществе. Да вот, он их находит, и дальше все это позволяет ему получить восхищение, потому что он начинает говорить в этих пивных бунтах, сообщать публике то, что она хочет слышать, что, значит, во всем виноваты евреи, давайте уничтожать евреев и так далее, и так далее. Ну, вот, огромное количество людей говорит ему, боже, ты просто вот взял с уст как хорошо. Ну, вот, а он еще же, вы посмотрите, как он говорит. это вот, это же психопатическое, таково, он просто парализует эту несчастную толпу. Вот, мы-то сейчас уже всех видели, каких только не бывает, понимаете, а это было прямое непосредственное взаимодействие такой парализующей толпу. Вот, да, значит, соответственно, вот этот дефицит, значит, формирует, и дальше у него есть решение, и ему кажется, что он может выреализовать, и он его достаточно успешно, я должен сказать, реализовывать до определенного момента. поэтому в иллюзионе совпало, так сказать, потребность, восхищение, здороваются люди, говорят, Хай Гитлер, здороваются. Ну, то есть, вот это, в какой степени нужно быть нарциссичным психопатом, чтобы заставить людей здороваться, значит, указывая на прелесть своей фамилии. вы улавливаете в ней здоровье. да, значит, соответственно, что я вам рассказывал, да, в общем, когда у вас совпадает вот эта штука в иллюзионе, с какой-то вашей потребностью, то дальше у вас это замыкает эту дугу, и дальше вспоминаем, что нам говорили про поток, Чицин, Михаил, да, на все наплевать, важно только дело, которое я делаю. Значит, условно говоря, то, что мы ищем, мы ищем на самом деле замыкание того, что у нас есть, может быть, в коре, с тем, что мы на самом деле хотим. Я это предлагаю не в патологической форме, а в созидательной, но механизм с точки зрения мозга один и тот же. Улавливайте. Значит, и дальше мы переходим к следующей конструкции. Значит, вот нехватка, нехватка иллюзорно, потому что мы ищем того, чего нету. В богатстве выбора перебором, значит, мы что ищем? Цепочку замок общества. Ну, мы ищем, ну, вот в этом, вступили в отношения с кем-то, повошкались-ка там какое-то время, вот, думаете, ну, получше брать. Так же? Да? Вот, значит, это что такое? Перебором ищем просто, чтобы в какой-то момент что-то счастливое у нас щелкнет. Сколько вам нужно перебрать? бесконечное множество, потому что вы нигде не погружаетесь в содержание. неожиданно. Продолжение следует...